Девушки отдыхают В свободу слова, в мать-природу, в образование. Верить в такие вещи крайне приветствуется. Но если вы имеете веру в Иисуса и уповаете на Него, и всем сердцем полагаетесь на Него, то в большинстве случаев вы не найдете много поддержки от людей. Я лично продвигаю веру в Иисуса. Я верю, что Иисус из Назарета может изменить жизнь, может перенаправить будущее и даровать вечность. Ничто не сравнится с верой в Иисуса. Поэтому никогда не стоит смущаться, извиняться или стыдиться того, что вы продвигаете веру в Иисуса. Наша цель жизни — учиться уповать на Него все больше день ото дня. Не просто для того, чтобы получить больше благословений, но научиться все больше отражать Его характер и жить угодно Богу, чтобы все самое лучшее от Него могло наполнить вашу жизнь. Это увлекательная тема. Бог сегодня приготовил для нас нечто особенное. Я надеюсь, что вера в Иисуса в вашем сердце возрастет. Отпечного вам урока. В 6 стихе 11 главы Евреям сказано, что без веры угодить Богу невозможно, но надо, чтобы всякий, приходящий к Нему, веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. «Без веры невозможно угодить Богу». То есть это недостижимо без веры. Какими бы добрыми, щедрыми, послушными и смиренными вы ни были, если у вас нет веры, то вы не угодны Богу. Поэтому вера — это не категория «хочу, верю, хочу» нет. Верить крайне важно, так как без веры угодить Богу невозможно. Нам поможет 1 стих 11 главы Евреям. Вера же есть осуществление, в некоторых переводах стоит слово «сущность». Мне лично это о многом говорит. Вера — это суть ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера связана с тем, чего вы не видите. Вера помогает тому, что невидимо, влиять на вашу жизнь видимым, осязаемым образом. Поэтому без веры невидимое, что Бог приготовил для вас, не сможет повлиять на вас во всей полноте. Об этом говорится в Библии. Когда Иисус пришел в свой родной город, написано, что Он не смог там сотворить многих чудес из-за неверия. Их недостаток веры ограничивал то, что Иисус мог бы сделать для них. Когда мы думаем о вере как о сути, это помогает ее лучше понять. Ее нужно охранять, защищать, оберегать. Мы не получаем веру в огромных количествах. Иисус сказал, что вера с горчичное зерно может двигать горы. Веру невозможно погрузить в грузовики и грузовые поезда. Вера дается нам в небольших количествах и требует от нас особого трепетного отношения. Она хрупкая, ее можно легко накрыть, где-то забыть, легко уничтожить. И в послании к римлянам говорится, «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Добрая весть в том, что Бог всем нам уделил меру веры. Поэтому вера есть у всех. Библия говорит, что Бог дал каждому человеку откровение о себе. Некоторые наши концепции переведены лучше в других языках. В каждом языке есть сильные и слабые стороны. Вы можете любить мороженое, собаку, жену. В моей жизни наступил период, когда если я особо придамся любви к мороженому, мне придется пожать негативные последствия. Я люблю свою собаку, но когда она совершит ошибку, я могу запереть ее на улице. С женой такого не сделаешь. Поэтому в употреблении слова «любить» в английском языке есть несоответствие. Хорошо это или плохо, но это факт. В греческом для понятия «любовь» существует несколько слов. Для телесного выражения любви есть слово «эрос». Вот откуда взялось наше слово «эротика». Для выражения значения Божьей любви есть слово «агапы». Для выражения любви между близкими людьми существует слово «филео». Любовь к жене и к собаке в греческом языке — разные слова. Также если посмотреть на слово «вера» в греческом, оно имеет такой же корень, как исходные с ним по значению слова. И мы сразу понимаем, что эти слова взаимосвязаны, ведь в середине стоит тот же корень. В английском языке слова «вера» и «неверие» могут не иметь общего корня, тогда как в греческом это однокоренные слова. «Вера» и «неверие» — оба слова существительные. Это позиция, которую вы выбираете для себя. Вы можете выбрать позицию «веры» или позицию «неверие». «Вера» — это что-то, что вы выбираете. Сейчас стало принятым считать, что скептицизм — это высшая форма интеллекта. Я так не считаю. То, что ты выбрал не верить, не делает тебя умным. Это делает тебя упрямым в своем неверии. Вера может требовать определенного смирения. Иногда вера требует информации. Бывает, что поверить в Бога легче, если ты знаешь о нем больше. Если говорить о прилагательных «неверные» и «неверующие», то в греческом в них всегда один корень. В английском это могут быть не однокоренные слова. Как мы выражаем свою веру, будучи людьми веры? Не обязательно иметь смелую веру, но точно нужно быть верным. Мне это нравится, потому что верность нам доступна. А вот чувствовать себя человеком дерзновенной веры кажется чем-то далеким. Я не всегда чувствую в себе дерзновенную веру. Порой я ощущаю себя человеком с большими проблемами, трудностями, слабостями, несоответствиями. Став утром, я редко говорю себе, «Ты настоящий двигатель, наполненный сумасшедшей верой». Такое случается крайне редко, но я могу выбрать быть верным. И это делает веру доступной для меня. Я принимаю решение быть верным. Вы можете быть верными в чтении Библии или верными в молитве и поклонении. Вы можете проявлять верность в десятине, в управлении своими ресурсами. Есть разные способы, как проявлять верность. Верность — это сущность невидимого. Она берет то, что невидимое, и приносит это в вашу жизнь. Выбрав быть верным человеком, вы открываете двери вашей жизни для того, чтобы Бог мог проявиться в полноте. Поэтому дерзновенная вера — это также твердое намерение с нашей стороны хранить верность Богу. Мы порой ставим Богу сроки и проявляем крайнее нетерпение. Помню, когда я был помоложе, я постоянно занимался спортом. Просыпался, и у меня начиналась активная жизнь. Сейчас я иду в спортзал. Так же, как и у вас, есть церковная одежда и друзья в церкви, так у меня есть специальная одежда для спортзала. Я одеваю ее, думая о том, что заниматься спортом полезно. Она сделана из особого материала для занятий спортом. У меня есть особые кроссовки, которые я одеваю только в спортзал. Особое место, куда я хожу заниматься. Там у меня есть друзья. Они узнают меня в спортивной одежде. Вы бы не узнали, вас бы это напугало, и вы бы захотели стереть это из памяти. Я могу полчаса объезжать с парковку, в местах поближе ко входу, чтобы мне было недалеко идти, до занятий. Потом я полчаса делаю кардиоупражнения и тренирую вестибулярный аппарат. По дороге домой я заезжаю в Данкин Донатс, потому что мои силы на исходе. Потом я тороплюсь в офис, где наконец-то смогу присесть. А потом я удивляюсь, почему я уже не в той форме. Верность — это дерзновенная вера. Решение сохранить здоровье — не решение на полчаса. Мы должны придерживаться его всегда. Верность также не является решением, которое мы принимаем по утрам воскресенья. Мы должны придерживаться его 24 часа в сутки. Я хочу вас уверить, что мы входим в особый сезон в нашей жизни, когда от нас потребуется новый уровень верности Богу. Бог дал нам все потребное. Но как Моисей напоминал и как Павел напомнил нам в послании к римлянам, мы должны сделать выбор и позволить Иисусу быть Господом нашей жизни. 24 часа в сутки. Прошу вас перескочить в самый конец. Ваших конспектов — это отрывок из 2-го послания к Тимофею, 3-й главы. Когда мы читаем об этом, то в основном христиане реагируют тем, что боятся этих времен. Я не хочу много говорить о том, что мы живем в самое последнее время и что приход Иисуса уже близок. Скажу честно, меня не пугают эти времена. Я не хочу, чтобы вы пугались. Сейчас у нас в Теннесси близится сезон сбора урожая зрелых томатов. Сначала мы видим завязку, потом цветки превращаются в зеленые плоды, потом они краснеют. Где-то в середине лета плоды становятся спелыми. Мы видим признаки времен. В этот период мы празднуем. Я вспоминаю бекон и горчицу и понимаю, ах, жизнь хороша. Созреют новые помидоры. Зеленые бобы, свежие кабачки — это отличное время. Я всегда радуюсь приближению и сезона жатвы. И также знаю, что жара не за горами. Влажность воздуха будет почти нестерпимой. Я с надеждой смотрю на кондиционер, зная, что он не раз меня спасал. Однако я не боюсь, что будет очень жарко. Я радуюсь, что наконец-то вырастут помидоры. Поэтому, говоря о последних временах, не стоит пугаться. Это то, чего мы должны ожидать с трепетом. Наш царь грядет. Да, мы должны быть готовыми. И, возможно, это не самое простое время в истории. Если ваше посвящение не сдвинулось с места, и вы в таких же отношениях с Господом, как были 10 лет тому назад, то вы явно не готовы к встрече с Ним. Это не мудро с вашей стороны. Вам нужно подвизаться и начать бодрствовать. Во втором послании Тимофею 3 главе сказано, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники и невоздержаны, жестоки и нелюбящие добра. Давайте продолжим рассматривать этот ужасающий список, который мы начали во втором послании Тимофею. Итак, сказано, что люди будут наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 18 слов, описывающих падение человеческого характера. Или 18 выражений. Если вы попросите меня составить список из 18 атрибутов современной американской культуры, то я не смогу описать ее лучше, чем описано здесь. Но вот вопрос. Не кажется ли вам, что мы живем в самое настоящее последнее время? И разве этот список не актуален в наши дни больше, чем это было 10 лет тому назад? А что, если сравнить его с нашей культурой 20 лет назад? Многие из вас прожили много лет. Вспомните, так ли все выглядело 30 лет назад? Я уверен, что этот список все более и более становится актуальным. В этом списке есть три выражения о том, что будут любить люди в последнее время. Они будут любить себя. Деньги и удовольствия больше, чем любят Бога. Весьма точное описание современного мира. Непослушны, предатели. То есть, Павел имеет в виду, что сила Божия неразделима от креста Христова. Павел написал Коринфянам, «Находясь у вас, я решил не знать ничего, кроме креста, и кроме Христа, как бы у вас распятого, чтобы не лишить крест силы». Для Павла сила и крест идут в одной связке. Когда он говорит, имеющие вид благочестия силы же его отрекшиеся, он включает сюда религиозную архитектуру, книги и музыку, религиозную мебель, религиозные слова и одежды. Люди будут делать религиозные вещи, но отрекутся от силы креста. Крест был инструментом смертной казни в Римской империи. На кресте умерли тысячи людей. Но чем примечательна смерть Иисуса? Он – Сын Божий, пришедший на землю воплоти. На крест Он забрал проклятие греха всего человечества. Поэтому отречься от силы креста – это отречься от того, кем был Иисус, от того, что мы грешники. В некоторых кругах сегодня считается оскорбительным признать, что ты грешник, признать понятие греха, признать понятие добра и зла, и то, что мы должны выбрать благочестие и святость. Это считается оскорбительным. Они будут иметь вид благочестия. У них будут религиозные здания, где они будут петь религиозные песни, в религиозных одеждах, но об Иисусе, пришедшем воплоти, и о непорочном зачатии они говорить не хотят. Павел говорит, что у них будет вид благочестия, но они не будут иметь ничего общего с этим благочестием. Поэтому мы живем во время, когда нужно четко решить для себя, что есть правда, а что ложь, чтобы никто не смог нас обольстить, и чтобы хитрая риторика не завела нас ни в ту степь. Книга Откровения помогает нам понять, что будет происходить. Там описано, что будет происходить в мире перед самим возвращением Христа на эту землю. В конце Откровения ее персонажи предстанут пред Божиим судом. В 19 главе Откровения, 20 стихе сказано, что зверь будет схвачен. Речь об Антихристе, о человеке, который станет лидером на планете Земля, возглавит все народы мира. Мир превратится в такой хаос, что люди будут отчаянно нуждаться в лидере, в ком-то, кто сможет решить кризис человечества. Этот человек будет обладать особыми талантами и навыками. Какое-то время он будет казаться спасителем мира, поэтому он и назван Антихристом, а они представят его спасителем мира. В итоге он даже потребует, чтобы все народы мира поклонялись ему. И в скором времени, после того, как ему дана будет власть, откроется его истинный характер. Библия описывает его термином «зверь». Звучит нелестно. Если мы представим себе жестких и безжалостных лидеров в истории мира, то этот превзойдет их всех. Если Библия называет его зверем, это мне о многом говорит. Но Иисус вернется и покончит с этим зверем. Это добрая весть. Нашего Господа не напугать. «И схвачен был зверь и с ним лже-пророк, производивший чудеса пред ним». Власть Антихриста будет иметь религиозные составляющие. Павел говорит, «они будут иметь вид благочестия, но силы его отрекшиеся, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящие серое». В результате Бог осудит их. Но книга Откровения представляет нам три великих имитации. Сатана постоянно имитирует всемогущего Бога. Он был ангелом. Он потерял свое место на небесах, потому что хотел, чтобы ему поклонялись, как поклоняются Богу. Он поднял бунт против Бога, и Сатана с третью ангелов был изгнан с небес и низвержены на землю. На земле он тратит все силы на то, чтобы занять место Бога, заставить человечество поклониться ему. Вы помните искушение Иисуса в пустыне? Он постился 40 дней. К нему подступил дьявол со словами «Если поклонишься мне, я дам тебе власть над народами земли». Искушение греха — это попытка заставить вас покориться инициативе Сатаны и отвернуться от Бога. Почему все это имитация? Что делает грех соблазнительным? Он сулит вам счастье и удовольствие, но грех никогда не принесет вам истинного счастья. Это все ложное обещание. Сатана искушает, предлагает золотые горы, обещает море счастья, пока вы не заглотите приманку. Сначала реально может показаться, что вы получаете то, что было обещано, но, продвинувшись дальше, вы увидите разрушительную силу греха. Правда? У нас у всех есть, что об этом рассказать. Дьявол пытается имитировать то, что может дать только Бог. Только Бог может привести вас на путь, который преобразит вашу жизнь и даст вам полноту, наполнит вашу жизнь радостью и довольством. Сатана — великий имитатор. Он желает, чтобы ему поклонялись так же, как поклоняются Богу. Антихрист будет имитировать Христа. Он — лжехристос. Он хочет стать спасителем всех проблем человечества. Но он — имитатор. Он будет самым зверским правителем, которого когда-либо знал мир. Для того, чтобы на земле был лже-пророк, каким будет Антихрист? Необходима предпосылка — существование лже-церкови. Поэтому нам так важно утвердиться в том, что является истиной. И что является ложью, нужно достаточно знать и разуметь Божье Слово. Святой Божий характер, чтобы различать одно от другого, потому что мы входим в период, когда будет существовать форма благочестия. Но силы не будет. Не попадите под обольщение. Говоря о ложной и истинной церкви, я не говорю о них и о нас. Поймите меня правильно. Я не говорю, что мы правы, а церковь на соседней улице нет. Тем более, я не говорю о динаминациях. О стилях поклонения. Не говорю о дне и времени в неделе, которые мы выбираем поклоняться. В сердце истинной церкви находится личность Иисуса. Его искупительная работа. Бог воплоти, Сын Божий. Он умер вместо нас на кресте и воскрес. Ради нашего оправдания. Все это необходимо, потому что мы грешники, и сами себя спасти мы не можем. Мы не можем сами решить эту проблему и скупить самих себя. Нам нужна помощь, и Бог предоставил нам ее в лице Иисуса. Любое выражение веры или религии, принижающая Иисуса и Его роль, является ложным. Какими бы мягкими речами это не было, и какими бы сверхъестественными приемами не пользовались при этом, это ложь. Не обманывайтесь. Библия говорит, что в это время на земле будет повсюду царить обольщение. Иисус остерегал нас, а приходил же пророков, а приходил же Христов. Павел говорил, что придут лжеапостолы. Он и сам противостоял лже-братьям. Одна из характеристик нашего времени это возрастающее обольщение. Обольщение — это когда вы верите во что-то, как в истину, хотя это ложь. Так что же нам делать? Как реагировать? Деразновенная вера — решение быть верными. При этом ваша верность должна превышать уровень верности в предыдущий период вашей жизни. Именно так. Вы настраиваетесь в сердце быть верными Богу. Я предлагаю прекратить делить нашу жизнь на секторы. Это моя церковная жизнь, это моя спортивная жизнь. Помните, что вы последователь Христа, поэтому вы должны нести в себе того, кто живет в вас. Давайте молиться о том, чтобы с кем бы вы не беседовали. В ходе вашей беседы вы всегда были готовы сказать человеку, «Давай об этом помолимся». Пусть люди, которые вас знают, узнают о том, что Иисус изменил вашу жизнь. Я не говорю о странностях. Странные веры, и так было уже предостаточно. Наша вера не должна быть осуждающей. Мы не должны быть высокомерными критиками. Нам не нужно возвышать себя. Мы должны быть смиренными и ходить верности Богу. Мы часто путаем веру с глупостью. Я не хочу, чтобы мы поступали по глупости. Я много раз вам говорил, если ваш бензобак пуст, вам не нужно ждать направления от Бога. Достаточно просто найти ближайшую заправку. Не глупиться. Для этого не нужно устраивать молитвенное собрание. Но что мне делать? Просто наполни бензобак. Иногда мы, христиане, ведем себя несколько странно. Не думайте, что зрелость во Христе означает быть странным. Это не зрелость, это странность. Если ты решил притормозить на магистрали, так как у тебя побуждение к молитве, то я не с тобой, я выхожу из машины. Бог дал тебе глаза и дал тебе разум. Ты должен сам понимать, есть ли у тебя время перестроиться на дороге. Если ты видишь, что это будет неразумно, то можно об этом даже не молиться. Здесь дело не в силе твоей веры. Мы путаем разум и духовное водительство. Мы должны научиться различать между собой эти два понятия. Нам нужно уметь во всем проявлять верность нашему Господу. Я призываю вас избирать верность Богу даже в мелочах. Видя нашу верность, Бог нам ответит чудесным образом. Выберите верить. Найдите сферы в вашей жизни, где вы предали себя скептицизму и неверию. И разберитесь с этим. Но мне так сложно доверять церкви. В ней столько лицемеров. Вы, конечно, правы. Я хожу в спортзал, и там повсюду люди с лишним весом. Но я продолжаю туда ходить. А когда я в больнице, там повсюду больные. Куда бы я ни глянул. Всякие трубки, капельницы. Разные лекарства. Но если я заболеваю, я иду туда и надеюсь, что там мне помогут. Не позвольте скептицизму и неверию процветать вашим сердцем. Распрощайтесь с ними. Мы не хотим разбираться со своим неверием, потому что не желаем смиряться перед Богом. Мы с вами живем в особое время. Я верю, что без дерзновенной веры мы никак не сможем процветать. В это наше время нам не нужно иметь странную веру. Нам нужно быть верными. У каждого из нас есть важная роль. Так было и в первом пришествии Иисуса. Уверяю вас, Петр, Иоанн, Иаков играли важную роль. И для того, чтобы Господь Иисус вернулся на землю, мы с вами играем немаловажную роль. Вы очень значимы для Бога. Прежде чем закончить, напомню. Если вы столкнулись с трудностями в своей жизни, в дорогих вам отношениях с людьми или в своем бизнесе, не думайте, что вы отошли от Бога или Он вас оставил. Верные последователи Христа в любом случае проходят какие-то трудности. Это не отсутствие веры. Ваша вера необходима именно для такого времени. Хочу помолиться вместе с вами. Отец, благодарю Тебя за каждого, кто слушал сегодня Твое слово. Я молюсь, чтобы Твои цели и планы о нас были для нас более реальными, чем любое давление и тьма, которая нам противостоит, чтобы в наши тела пришло здоровье, а в разум — мир. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Мы можем научиться без скептицизма смотреть на Божие пророчества и быть готовыми к будущему. Серия из трёх дисков пастора Аллена «Пророческое знание» рассказывает о том, как можно принять мудрость, знание, понимание и защиту, когда мы слушаем Бога и повинуемся Ему. Пророческое знание — это подарок за ваше пожертвование. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы несем перемены. Мы можем научиться без скептицизма смотреть на Божие пророчества и быть готовыми к будущему. Серия из трёх дисков пастора Аллена «Пророческое знание» рассказывает о том, как можно принять мудрость, знание, понимание и защиту, когда мы слушаем Бога и повинуемся Ему. Пророческое знание — это подарок за ваше пожертвование. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы несем перемены.